Добрый вечер! Добрый вечер! Ты знаешь, в моей разноплановой карьере добавилось что-то еще. Да, вот, кстати, о карьере, насколько я знаю, ты... Цирюльник. Да, во-первых, ты, Цирюльник, мы сейчас об этом поговорим. Нет, ты востоковед... Я востоковед, африканист. Африкаман. Африканист. Да, и занимаешься ты сейчас, продолжаешь ли? Что же делать в этом? Я до сих пор ведаю. Где? Где это происходит? В Востоками и Африками. Ты где-то... То есть, широкий спектр. Ты где-то преподаешь или так сам для себя иногда. Я ведаю. Просто ведаешь. То есть, ты знаешь, что восток — это дело тонкое. А дальний восток? Как ниточка. А дальний восток? Волосок. А дальний восток? Волоски. Кстати, о стрижке. Ты действительно спостриг девушку прямо в кадре или как это? Да, это было в кадре на белом кресле. Скажи, пожалуйста, сколько времени ты уговаривала ее пойти на этот шаг? Собственно, только мне стоило вытащить вот почти такие же ножнички, как у тебя. Ага. Так что мы имеем шанс. Да, я их специально приготовила с тем... Делать эксперимент номер два. С тем, что я хочу проверить свои способности на предмет того... Нет, я как стирюльник выхожу с визитом на дом. А, то есть вот так вот. Теперь я у Ксюши. То есть ты хочешь как бы прядочку отстричь у меня, да? Ну, мы можем посмотреть. Прикинуть, да? Ну, хорошо. После тогда эфира. Хотя, я уверяю тебя, что... А почему бы не в прямом? Но, в принципе, у тебя возникнет такая возможность буквально через мгновение. Что ж, друзья, наше интервью подходит к концу, но встреча, разумеется, нет. Человек весьма интересный, мужчина видный, красивый. Единственное, что, конечно, но, на которое я обратила внимание сразу, это обручальное кольцо. И мне вот интересно, почему обручальное кольцо, обручальное ли оно и почему оно на большом пальце? Кольцо обручальное. Почему на большом? Потому что во. Вот такая жена, да? А я думала, средний похудел просто, нет? Ну, много работы там, кто и все. Кстати, чем занимается у тебя жена? Жена у меня гид экскурсоводов. Где? Тоже по-востоку? В большом городе. В Африке. В больших городах. В больших городах? Которые она хорошо знает. А что она показывает? Она показывает... Достатки замечательные. Памятники всякие, да? И даже больше. И даже больше. И даже улицы. Ну что же, по телефону 236-400-955-8162 я предлагаю вам, дорогие друзья, все, кто хочет подстричься, звонить до конца этой программы, да. Ну а если кто-то из вас хочет приобрести вот эту вот пластиночку, то вы должны еще позвонить и ответить на вопрос. А очень, на мой взгляд, простой вопрос, самое главное, дозвониться. К нам звучит он следующим образом. Сколько часов разделяет Москву и Владивосток, да? Разница во времени, то бишь. Правильно? Разделять. Или наоборот, соединять. Какой временной раздел? Да, какой временной раздел, да, составляет. Ну, если вы что-то больше знаете, можете, например, сказать, что сколько еще лететь туда, да сколько то-то-то-то. Ходить пешком. Да, ходить пешком. Помимо этого, вы можете задать массу неглупых, чисто восточных вопросов. Илья, думаю, что он с удовольствием ответит. Но перед тем, как ты пойдешь на телефоны, мы хотим тебе сделать маленький подарок. А именно шведская фирма Арифлейм. Которая в более чем 40 стран мира популярна и замечательна. Это новая коллекция, одинаково подходящая как мужчинам, так и женщинам, любого возраста, любого цвета. Кому используется. Ну, на самом деле, если тебе так захочется, мы можем, в общем, как-то и поделить, и поделиться. Ничего, что я сижу. Программа продолжается. Звоните. Воскресенье потихонечку подходит к концу. Программа в самом разгаре. Вы в благостном таком состоянии, как мне кажется. Надо здесь в эфире, что не песня-то о любви. Вот Илья опять-таки, вот писатель, да, щитовод Вотруба, который собрал уже, насколько я знаю, да, три приза. Соответственно, именно победителей мы скажем сам о конце. Ну, а пока мы двигаемся потихонечку, но верно. Дальше в эфире музыкальные новости. В прошлой неделе и не только. Только в том случае, если у вас будет на руках пригласительный билет, который, кстати, можно легко приобрести непосредственно в магазинах LG. По ним вы не только сможете попасть на концы. Следующая песенка называется «Не виновата я». Все они так говорят. Не поводите, что слово подходит к концу. Точнее, уже, в общем-то, подошла. И тот, кто ее смотрит с самого начала, наверняка заметил, что как только начали мы общаться с этим человеком, стал вот такой немножко брак по звуку. Поэтому для тех, кто не понял, это... Это я громко говорил. Это Илья, да, да, это Илья Логутенко, это группа «Муми Тролль». Вот у нее пластиночка вышла. Морская. Да, морская. Морская. И позвонили три человека. Маша, Юлия и Марина. Мы вам во вторник, в среду непременно перезвоним, потому что Марина была самая. И Марина настаивала, чтобы это было сегодня вечером. Она настаивала, да, точно все. Не, ну как, уже не вечер, а уже ночь, собственно. Я вас поздравляю. Для себя, да, а для себя хочу спросить, знаешь, в связи с последними событиями, скажи мне честно, где ты чаще, например, последние полгода был в Дневостоке, в Москве или в Лондоне? Последние полгода в Нигерии. Да ладно. Купался. Серьезно, просто купался. Последний. Понятно. Слушай, а есть кто-нибудь, кто тебя понимает, с кем-то немножко китайский поговорить? Он китайский знает. Китайцы. Только китайцы? Китайцы. А там где-нибудь у себя в Владивостоке, в порту, например, с кем-то? В порту, китаянка. А жена, а тебя не можешь понятия встречают по-китайски? Она учит потихоньку. Серьезно, учит китайский? А у тебя дети есть? Да, где. Есть. Есть? Они тоже учат китайский? Они учатся с другого, да, но начали чуть-чуть с других языков. С каких? С каких? С более общепринятых. С русского? Да. Ага, ну что же, хорошо, я желаю тебе удачи, я желаю тебе всего самого хорошего, я надеюсь, что эта пластинка не последняя. Спасибо. И не лучшее, я думаю, что лучшее все-таки впереди, как говорится. С вами же мы встретимся, да, ровно через неделю в программе у Ксюши, и связывайтесь с нами не только через эфир, или письменном, или по телефону, но и по интернет. Адрес смотрите, по-моему, должен быть где-то вот здесь, в районе вот этого вот места. Пока всегда ваш Ксения Стриж. Пока. Счастливо.